лето катится очень быстро наступил уже август и пора подумать о том как помочь нашим любимцам уйти в зиму здоровыми и выйти весной из зимы тоже здоровыми я стою около пионов и сегодня речь пойдет именно о них вот она проблема видите это лепестки которые остались на листьях все-таки я плохой сада вот я так понимаю значит никогда себе этого не прощу потому что ведь это ничего не стоит никаких затрат взять и убрать вот эти лепестки видите гниль и это все может распространиться дальше на куст так и может и куст погибнуть поэтому повнимательнее но не только лепестки являются возбудителем каких-то гнилей пион сам по себе не очень защищенный есть конечно сорта которая очень толерантны ко всем болезням то есть очень устойчивы а есть очень красивые гибриды просто замечательные но они так как раз как раз подвержены грибковым заболеваниям вот моя любимица сара бернар да вот посмотрите как развивается быстро пятнистость дождей слишком много и в это обломанный просто но тем не менее даже его нельзя оставлять на кусте потому что видите он уже просто гниет чем делаем обработку правильно бордосской жидкостью это замечательная вещь готовая к потреблению придумывать ничего не надо она достаточно концентрированная значит на вот этот опрыскиватель нужно две столовые ложки на полтора литра вполне достаточно значит заправили развели нужно конечно взболтать все это это голубая жидкость но она в такой концентрации что потом на листьях не очень заметно вы ничего не испортите и тщательнейшим образом начинаем обработку потому что иначе мы просто потеряем кусты пионов и не надо думать что вам это сойдет с рук нет природа жестоко и чуть-чуть заболела растение она погибнет и на его месте появится какая-нибудь дикость здесь быстро все находит себе место поэтому тщательно и внимательно и не ленитесь если предпочитаете другие препараты то это может быть хом аксихом ам аллерин гомаир это все меди содержащие препараты то есть содержание меди как развести написано на пачках и вы должны об этом помнить то все гибриды чем они красивее тем они интереснее тем более подвержены вот таким заболеванием вот здесь есть куст а посмотрите несчастный он очень красивый он потрясающе хорош он такого нежного розового цвета он такой формы цветка просто отпад но болеет он куда больше чем все остальные кусты я хочу вам показать еще один пион это древовидный пион это у меня пока нету древовидный пион он конечно необычный и листья у него просто потрясающее вот оператор говорит что это дуб на самом деле но не некоторая схожесть есть это верно и пока он ну никак вроде бы не болел но вредитель который никогда его не ел посмотрите обгрыз все листья надо опрыскать децесом хотя бы вероятно это слизень или какие-то гусеницы я их честно сказать не видела потому что каждый раз проходя по дорожке я всегда обращаю внимание это появилось буквально два дня назад но теперь когда он так растет конечно я вижу что у него тоже появилось какое-то заболевание какие-то желтые пятна может быть это клещик ну не важно скорее всего все-таки грибковая и он тоже получит свою дозу вот этой бордовской жидкости мне очень хочется чтобы он расцвел я его конечно укрою видите голубого цвета до капельки становятся это правильно значит жидкость разведена совершенно верно самое главное дать возможность растению сохранить эту массу до поздней поздней осени пока будет солнце пока будет немножко тепла они все время будут работать не просто на листике а на закладку тех замечательных цветущих почек которые на следующий год дадут нам такое пышное цветение мы же не только картошку любим да не только свеклу поэтому пионы очень злободневная тема и я надеюсь что вы с удовольствием посмотрели хотите посмотреть еще раз ну тогда подписывайтесь на ютюбе на мой канал голова садовая тетя таня и там хоть сто раз одно и то же а я всегда буду вам помогать пока